Вручение премии имени Бекира Чобанзаде прошло в очном формате. На торжественное мероприятие в последние два года наложила вето пандемия коронавируса. Неврученными остались медали лауреатов 2017-го. Поэтому под конец уходящего года организаторы решили это исправить. У нас остался долг за 2017 год. У нас вся работа была проведена, работы были выбраны. У нас более 40 номинантов, которые получили эту премию. Премия имени Бекира Чобанзаде была учреждена в 2006 году. Первых лауреатов чествовали в библиотеке имени Гаспринского. С тех пор заслуженные награды вручают именно здесь. Также от Государственного комитета по делам межнациональных отношений Крыма почетные грамоты и подарки. Книги с произведениями художника Мамута Чурлу получили лучшие из лучших. Очень важно, что это инициатива фонда самого. Он сам поддерживает людей, литературу на разных языках Крыма. Для нас, для крымчан, это очень важно. Мы показываем еще раз, насколько мы толерантны друг к другу, насколько мы любим, уважаем друг друга, уважаем культуру, уважаем языки в нашем многонациональном Крыму. Лауреатов издателей книг награждали в четырех номинациях. Им вручили дипломы и медали. Победители передали экземпляры своих творений в библиотеку имени Гаспринского. Это достаточно редкое явление, поскольку касается крымско-татарской культуры вообще, конкретно крымско-татарского языка, литературы. Я написала, позднее издала монографическое исследование, которое посвящено жанровой системе крымско-татарского фольклора и иммигрантской песне крымских татар. С 10 января по 10 июня стартует прием заявок на работы, которые были написаны в период с 2018 по 2021 годы. Даур Чахалов и Азизни Миту Лаев, телеканал Миллет.